Я разделяю мнение Аркадия и Бориса Стругаских о том, что двигателем прогресса является человеческое любопытство. Их петеология о том, каким образом развивается человечество, она на самом деле показывает, что пока мы движимы тем, что в мире происходит, и мы интересуемся, задаем вопросы, мы создаем уникальные совершенно вещи. Ну вот буквально несколько лет тому назад мы задумали сделать совершенно потрясающую вещь, андроидный коллайдер, никто не знает, к чему это приведет, и это как раз и отличает нас от всех остальных ровно тем, что мы часто делаем такие эксперименты, которые неизвестно к чему приведут наше человечество. Но это и есть наше любопытство. И на самом деле с увеличением объема знаний, которые в процессе удовлетворения нашего любопытства мы создаем, оказывается, что этих знаний в мире становится сейчас настолько много, что возникает совсем другая проблема. Не как эти знания получить, а как вообще с ними потом работать. Вот по исследованиям компании IDC, проведенной в 2011 году, они примерно оценили общий объем цифровых знаний в мире в 2009 году, в 2010 году и предсказали, что будет в 2020 году. Вот в 2009 году они оценили это примерно 0,8 затабай, это в 2010, соответственно, в три раза с небольшим больше, а в 2020-м аж 35. Это каким образом будет взрыв этой цифровой эпохи происходить. Что такое затабайт? Затабайт – это 1 триллион гигабайт. То есть если взять маленький диск DVD и стопочкой сложить, то это получится примерно до Луны и обратно. Такой путь. Соответственно, если посмотреть, сколько получится, если сложить их стопочкой 35 затабайт, то там получится примерно полпути до Марса. Вот этот объем цифрового контента, он на самом деле, он имеет еще и другие проблемы. Дело в том, что данные, которые находятся внутри, они плохо структурированы, они очень часто существуют в недоступных для редактирования форматах, то есть, собственно, непонятно, что с ними делать. Например, мы читаем какую-нибудь газетную вырезку, в газетной вырезке находится таблица, и нам нужно использовать эту газетную вырезку, допустим, для презентации. Честно говоря, это прямо серьезный труд после этого, надо будет оттуда ее как-то извлечь. Это непросто. И эта информация еще существует на разных языках. В результате получается, что мы сталкиваемся с таким информационным штормом дельвитибальным, в котором нам предстоит в ближайшее время жить, и вообще это будет такой большой неведомый для нас мир, и нам бы надо как-то в нем научиться жить. Там есть две задачи. Одна задача — это инфраструктурная, то есть обеспечить так, чтобы информацию, к ней можно было быстро получить доступ. И вторая задача — это сервисная. Это как сделать так, чтобы эта информация, вообще говоря, была полезной. Потому что что-то найти в этом мире на самом деле не так уж и просто. И я здесь позволю себе, опять же, отойти к братьям Стругацким и вспомнить такую штуку, как всемирный информаторий с умным поиском, который может давать ответы на разные вопросы. Вообще говоря, сейчас состояние поисковых систем, оно не дает возможности найти то, что нам надо. Если мы, конечно, не ищем товары. Товары мы ищем легко. А вот различного рода информацию, причем такую, которая была бы проверенная, надежная, и подтверждалась бы с различных сторон какими-то фактами, и эти факты можно было еще как-то занализировать, вообще говоря, очень непросто. Ну, допустим, вот что бы мы хотели, я разные отрасли сейчас приведу в качестве примера, чтобы мы могли бы искать, если бы такой всемирный информаторий с умным поиском существовал. Ну, например, такая академическая задача. Исследование библейских мотивов творчества американских писателей. Вот в целом, что нужно? Найти всех писателей, которые на эту тему что-то писали. Посмотреть, какие сюжетные линии находятся внутри, какие параллели проводятся с соответствующими сюжетными линиями в Библии. И дальше уже на основе этого какую-то аналитику сделать. С помощью текущих поисковых систем это невозможно в принципе. Это будет очень большая работа, аналитика, которая будет сидеть за компьютером, и, возможно, будет сидеть не один месяц. Или, например, вот так вот. Конфликт отцов и детей от античности до наших дней. То есть понятно, что в различные эпохи эти конфликты, они еще характеризовались различными характеристиками. Потому что от эпохи очень многое зависит. И в одну эпоху дети с отцами конфликтовали на почве собственности, земли. И в другую эпоху они, наоборот, там за идеи какие-то конфликтовали. И эти вещи, они, ну, хоть и вечные для человечества, на самом деле сильно отличаются. Это тоже очень интересно, можно было бы попробовать посмотреть. Ну или, например, анализ, это более близко, да, анализ кризисных ситуаций в экономике. Откуда они происходят, истоки, планирование, возможно, кризиса. Кто-то его наверняка же планирует. Не просто так уж он существует. Развитие, последствия. И как вообще их, например, в разных ситуациях люди решали. Это же опыт. И его, в принципе, потом можно как-то применять для того, чтобы чего-то избежать и что-то сделать новое. Ну или, например, вот совсем уж такой из домашней области. Польза и вред прививок для детей и взрослых. Прививать ребенка или нет? И, например, здесь важно также отделить факты от описаний, выводов. Потому что часто ты сталкиваешься не с тем, что говорят, вот есть такая польза или такой вред. Потому-то, потому-то. А просто эмоционально высказывают, что вот я там не хочу прививать своего ребенка. И дальше просто некоторый такой поток сознания. И вроде бы как-то не надо прививать ребенка. С другой стороны, понимаешь, что за этим ничего не стоит. Нету реальных фактов. Нету такой надежной информации, на которую можно опереться. Ну или, например, влияет ли технический прогресс на глобальное потепление. Вот еще такая, например, задачка. Здесь еще интереснее. Дело в том, что различные статьи на эту тему, они обычно заранее, если к этой теме подходить с нуля, неизвестно, они каким образом собраны и группируются. То есть, в принципе, могут существовать совершенно разные категории группировки. То есть не обязательно так, что там влияет, не влияет, или факты без оценки. Может еще что-нибудь такое проявиться, и заранее это неизвестно, и надо как-то это заанализировать. Вот, собственно, все эти проблемы сейчас не решаются, и подобного рода задачи тоже не решаются. Как к этому прийти? Если посмотреть в целом на тренды развития поисковых систем, то в компьютерном мире они появились достаточно давно. Все началось с того, что был организован поиск по ключевым словам, потом добавились различные метаданные, внешние ссылки, использование антологии, тезаурусов. И вот сейчас прям супер новое, модное, это то, что система начинает также использовать пользовательское поведение в социальных сетях, в интернете, и на основе него как-то уточнять результаты поиска. Тем не менее, обычно это все крутится вокруг предоставления услуг и товаров. Вокруг информации, к сожалению, это пока не работает. И то, что отличать будет будущий поиск от тех систем, которые сейчас находятся, это на самом деле вот такая штука. Такой качественный скачок, он как бы из области фантастики сейчас кажется. На самом деле, я сейчас поясню, это не так уж и страшно. Надо, чтобы компьютер смог понять смысл высказывания так же, как это понял человек. Вот если он это сможет понять, то тогда это так дальше можно с этим работать и что-то анализировать. На самом деле, сложность этой задачи извлечения смысла, она не такая уж и неподъемная. Лингвисты на эту тему работали достаточно давно, и оказывается, что, например, понятия в нашем мире вообще универсальны для всех языков. И мы живем-то в одном мире, поэтому мы пользуемся одними стульями, летаем на одних самолетах, ездим на одних машинах. И в этом плане можно построить такую некоторую универсальную систему общих понятий. Да, она будет развиваться со временем, но тем не менее ее просто можно построить, на нее опереться. А вторая вещь, которая тоже здесь важна, это синтаксис языка. Это то, каким образом эти понятия, которые заложены внутри наших слов, они друг с другом стыкуются, и получается предложение, и в этом предложении, собственно, заложен сам по себе смысл текста. Поэтому основой для решения таких задач, это на самом деле полный семантико-синтаксический разбор. То есть, собственно, найти, каким образом, вот как нас учили в школе, компьютер должен это наконец-то суметь сделать. Если он сумеет это сделать, дальше можно строить множество различных интересных решений. Но сложности здесь очень простые. При этом есть, например, такие вещи, как неоднозначности. В английском языке гораздо больше. Слово «open» вообще непонятно. То ли прилагательный, то ли глагол, то ли существительный. Зависит от контекста. Различные пропуски. Мальчик любит красные яблоки, девочка зеленые. Все понимают, что девочка любит яблоки. Но два слова пропустили. И дальние связи в предложениях. Да также, на самом деле, различные замены. Типа там замена мыстоимением. Он, она, до этого был кто-то, каким это назвали. И это, на самом деле, нам кажется, что все просто. Для компьютера такие вещи сейчас пока действительно очень сложны. Решение вот этих вот фундаментальных задач на самом деле приведет к тому, что система поиска, она просто перескочит на другой качественный уровень. Поэтому, на самом деле, в нашем информационном шторме спасением, конечно, являются технологии. И вот если мы посмотрим в эту самую библиотеку будущего, которую нужно, с одной стороны, наполнить контентом, с другой стороны, ее также нужно будет наполнить теми инструментами, с помощью которых информация превратится в нужные знания. Спасибо за внимание. Продолжение следует...